Всем привет! И вначале небольшая вступительная часть. Как вы уже поняли, я решил запустить новую рубрику. Для меня лично это совершенно новый формат, но как всегда я постарался задрать планку повыше, в плане подачи визуальной части. Новая рубрика называется «Очень просто» — «В кадре». Почему такое название, спросите вы? А очень просто. Если вы давно смотрите мой канал, то могли заметить тенденцию, что во всех рубриках я нахожусь за кадром. Теперь же мой взор будет направлен прямо на вас. В большинстве случаев в этой рубрике будут обзоры на серии, которые я читаю в данный момент. И вот первая из таких серий будет про моего любимого персонажа Бэтмена — «Бэтмен Реберн». Поехали! Сценарий к новой линейке комиксов про Бэтмена пишет Том Кинг. За визуальную часть отвечают такие художники, как Дэвид Финч, Иван Рейс, Миккей Джанин и Митч Джеррадс. На данный момент серии насчитывает уже 17 выпусков и 5 сюжетных арок. «Я Готэм», «Ночь людей-монстров», «Я самоубийца», «Крыши» и арка «Я Бэйн», которая на данный момент еще не закончилась. Первый сюжет в этой линейке рассказывает о том, как в Готэме появляются двое супергероев — Готэм и Готэм Гёрл, со способностями, схожими с силой Супермена. Бэтмен видит, что они хотят помочь, но им не хватает сноровки, и потому он холодно с ними обращается. Сюжет строится таким образом, что читатель постепенно приходит к мысли, что несмотря на всю человечность и могущественность новых супергероев, они не нужны Готэму, так как никто не знает этот город и обитателей лучше, чем Бэтмен. И все по той причине, что в отличие от новых героев, он все потерял в детстве и готов на все, чтобы в городе больше ни один ребенок не потерял своих родителей. Далее вас ждет событие «Ночь людей-монстров». Пишет его вместе с Кингом Стив Орландо. А рисуют Ралли Росма, Роги Антонио и Энди Макдональд. Сюжет базируется на идее противостояния Бэтмена и той категории угрозы, с которой обычно справляется Супермен. Теперь же себя покажет Бэтмен. Новым злом здесь служат самые настоящие огромные монстры, рушащие все на своем пути. Событие разворачивается в рамках кроссовера трех бэт-линеек. Бэтмен, детективные комиксы и Найтвинг. Состоит оно из шести выпусков. По два на каждый ангоинг соответственно. И сразу отвечу на один из важных вопросов и часто задаваемых. Стоит ли начинать читать события, сразу игнорируя вышеперечисленные комиксы? Нет, поехали дальше. Главным антагонистом всей истории выступит Доктор Стрэндж. Психолог, ученый и плохой парень. Не путайте его со Стрэнджем из вселенной Марвел. Но мало ли. Шикарно подобранные цвета, интересные визуальные решения. Слегка криповые образы, что идет несомненно в плюс атмосфере. Рисунок выглядит целостным и очень стильным. Арка «Я самоубийца» продолжает историю сюжета «Я Готэм». И рассказывает о том, как Бэтмен отправляется в тюрьму, находящуюся под контролем его давнего врага Бэйна. Но целью Бэтмена является психопират, злодей которого Бэйн похитил, чтобы тот помог ему разобраться в себе. Темному рыцарю же пират нужен, чтобы помочь Готэм Герл оправиться после событий первой арки. Бэтмен в этой истории готов пожертвовать собой, пережить любую боль ради помощи девушке. Он собирает команду, чтобы незаметно проникнуть в тюрьму. Но все, как всегда, идет не по плану. Тем читателям, которым всегда было интересно наблюдать за отношениями Бэтса и кошки, Том Кинг подарил арку «Крыши». И это настолько смелый ход посвятить целых два выпуска комиксов о суровом дядьке любовному приключению. Что диву даешься. Вообще, все сюжеты данной серии вышли очень сильными в эмоциональном плане. «Крыша» — это любовная история, рассказывающая с иной стороны Бэтмена и кошку. Арка под названием «Я Бэйн» только началась. Вышло всего два номера, так что конкретику подводить не будем. А завязка же такова. Одним из главных антагонистов комиксов про Бэтмена Бэйн очень близко подобрался к Брюсу. И теперь ему предстоит уберечь тех, кого он любит в течение пяти дней. Пока он занимается лечением Готэм Герл. Да, он все еще это делает. Но как вы знаете, Бэтмен не останавливается ни перед чем и никто не застрахован. Пока что вышло всего два номера этой арки. И поверьте мне, они дают надежду на многообещающий сюжет. После Снайдера Кинг привнес свежий взгляд на персонажа буквально с первых выпусков. При этом разбавив сеттинг совершенно иной, хоть и новой концепцией. Я не считаю его гениальным автором, но для меня лично одной-двумя страницами он лучше показывает читателю всю суть Бэтмена, чем Снайдер за 50 номеров. Дело в том, что Кинг не растягивает искусственное повествование, как это делал Снайдер. Иными словами, то, для чего Снайдеру нужен был целый ивент и пара арков, Кинг делает за пару номеров. При этом наработки Снайдера вписываются в новую серию вполне эргономично. Рисунок Финча не идеален и немного подпортил общее впечатление. Но подпортил далеко не критично, а претензии к нему очень субъективны. Если рассматривать его с чисто технической стороны, принимая во внимание стиль художника, то претензий к его работе нет. Ибо проблем с перспективой или анатомией тут не сыщешь, как и с изобразительной раскадровкой страниц. В общем, вы могли и сами все увидеть. Серию однозначно рекомендую к прочтению. И те, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки и пишите обязательно в комментариях, как вам новая рубрика и ее оформление. Всем пока и до новых встреч!